Здравствуйте, друзья! Перед вами натальная карта Самвела Адамяна. По имеющейся информации, которую я получила в одной из трансляций, сам Самвел сказал, что он родился в ПГТ, поселок городского типа Приазовское, 21.06.1981 года. Время рождения он озвучил как 22 часа с чем-то. Следовательно, от этой информации мы и будем отталкиваться. Я поставила город Мелитополь, так как это крупный город возле ПГТ Приазовское. И самое первое, и очень интересное, я бы даже сказала сенсационное, что я вижу, это то, что солнце Самвела уже находится в знаке зодиака Рак, а не в близнецах. Вот, обратите внимание, солнце в Раке, 0 градусов, 15 минут, 21 секунда. Видите, все очевидно. Вот так вот живет человек всю жизнь и думает, что он близнец. А на самом деле, оказывается, что он самый настоящий Рак, со всеми его характеристиками. Ну, я считаю, что это весьма интересная информация, особенно, кто смотрит Самвела и знает его жизнь. И чтобы уж совсем никто не сомневался, посмотрите, что вот солнце в Рак вошло около 16 часов вечера. А еще в 15.00 оно было в близнецах, 29-30 градусов. Получается, уже с 4 вечера солнце было в Раке. А так как Самвел родился в 22 с чем-то, это уже стабильный Рак. Вообще, солнце в астрологии – это наше ядро, эго, сознание, самооценка, наша самоидентификация, индивидуальность, наша энергия. Так, а солнце в Раке, что дает нам зодиак Рака? Такие люди умеют приспосабливаться, выживать, адаптироваться, подстраиваться. Могут от кого-либо зависеть. Они очень чуткие, преданные и заботливые. Нерешительные и очень ранимые. У них хорошо развит вкус, обоняние. Есть свои какие-то тайники и секреты. Они очень обидчивые, злопамятные, сверхчувствительные. Прямо до слезливости. Очень эмоциональные. Такие люди, у которых солнце в Раке, могут изображать деспотичную личность, могут быть мстительными и злопамятными. Любят копаться в чувствах и воспоминаниях. Они хорошие художники, писатели, эзотерики, поэты и психологи. Много хотят, но на вторых ролях. Может быть комплекс садомазохизма, то есть я жертва. Таким людям нужен свой угол, кабинет, место, ниша. Они не любят давление. На них вообще бесполезно давить. Любят создавать уют, очаг, поддерживать приятные эмоции. И также любят создавать эмоции другим. Так, еще. Солнечные Раки имеют странную тенденцию всегда наблюдать за жизнью со стороны, а не идти на пролом. Они, как правило, ни на что сразу не решаются, всегда подбираются к этому постепенно. Эмоционально они тоже не постоянны. Эти перепады настроения иногда очень трудны для других людей, чтобы понять их и справиться с ними. Раки. Раки очень трудолюбивы, общительны, хозяйственны, чувствительны и эмоциональны. И имеют хорошую интуицию. Сочувствуют, внимательно относятся к другим, привязываются к другим людям, потому что они хотят чувствовать себя в безопасности. И поэтому им нужен дом, семья, что приносит им это чувство. Солнечные Раки очень переменчивы. У них быстро меняется настроение, мысли, что угодно. Они, как правило, обладают медлительностью, менее активны, чем другие люди. А чтобы они стали активными, им нужна хорошая мотивация. Они не любят физические упражнения. И вследствие чего в позднем возрасте они могут набирать вес. Дом, в котором находится Солнце, это те обстоятельства, где человек может блеснуть своим талантом, стать королем, получить радость и проявить свою индивидуальность и способности. Солнце у Самвела находится в шестом доме. В шестом доме у него еще находится планета Меркурий. Об этом мы поговорим попозже про Меркурий, а сейчас давайте поговорим про Солнце. Так, расположение Солнца в шестом доме может заставлять человека быть известным через свою работу. Возможно, он будет выполнять свою работу, чтобы им восхищались. Человек, вероятнее всего, будет очень пристально следить за состоянием своего здоровья. Желательно, чтобы у человека, Солнца которого находится в шестом доме, был свой питомец. Он помогает человеку расслабиться и переносит много радости. Вот что мы и видим, что есть кот Томас. Может казаться, что временами отношения с питомцем для человека важнее, чем отношения с семьей. Такие люди часто становятся ветеринарами, так как у них обострено чувство заботы по отношению к животным, а животные для них могут быть личными целителями. И вообще, наличие Солнца и других планет в шестом доме дает способность врачевать тела и души людей. Так, что еще можно сказать про шестой дом? Солнце в шестом доме. Самооценка такого человека привязана к состоянию здоровья, достижениям на работе, к присутствию в жизни домашних животных, возможности помогать и заботиться о ком-то. Человек стремится к работе с высоким КПД, он трудоголик, испытывает радость от труда, может работать по найму. Бизнес строит логично, эффективно, экономно. Любит порядок и чистоту. На работе расцветает, работа занимает важное место в жизни. Ярче проявляется, когда надо сделать что-то конкретное. Пользуется уважением в коллективе. Человек – дело, на его слова можно положиться. В общем, Солнце в шестом доме. Человек гордится своей работой и обладает хорошими организаторскими способностями и талантами. Ему нужно признание окружающих. У такого натива неплохое здоровье, все хорошо восстанавливается, но есть предрасположенность к редким досаждающим заболеваниям. Достоинство человека – он хорошо разрешает проблемы, а недостаток может быть суетливым и тяжелым партнером в работе. Так, а теперь рассмотрим Меркурий, который находится в шестом доме у Самуэла. Нахождение Меркурия, а Меркурий находится в своем доме, оно положительно сказывается на работе, которую выполняет человек. Он будет постоянно изучать что-то новое и уделять больше внимания деталям своей работы, всегда стремиться стать лучше в том, что он делает. Человек с Меркурием в шестом доме уделяет большое внимание чистоте и личной гигиене. Он также будет уделять много внимания своему здоровью, при этом он склонен находить проблемы со здоровьем там, где их нет. На этом пока что все. Мы рассмотрели Солнце и Меркурий и Самуэла в шестом доме. Пишите свои вопросы, напишите свое мнение, подходит это или нет. Хотя астрология, в принципе, это наука точная, можно сказать. Вот если, конечно, знать точно время рождения, то это, в принципе, достаточно точная наука, и о человеке можно многое узнать. Плюс, если еще рассматривать все аспекты, то есть взаимодействие между планетами, всеми планетами в натальной карте, вырисовывается очень очевидная картинка вообще самого человека. Можно узнать, куда ему нужно стремиться, что делать и как лучше жить, чтобы энергии было все больше и больше. Кому интересно, можете подписываться еще на мой Инстаграм, ссылка будет в описании. На этом все. До новых встреч!